И мне говорят, ветер сшибает с ног, пробежки не будет. Я говорю, давайте поспим ночь. И потом мы проспали, и ветер уже в два раза меньше, но все равно очень сильный. Я говорю, пойдемте, побегаем, как получится. Ну, если чего, уйдем, если чего. И пришли, а там вообще никакого ветра, просто приятная погода. И снег такой варится красивый. То есть иногда судьба просто пугает, а на самом деле все гораздо лучше, чем тебе кажется. Поэтому надо просто радоваться, жизни учиться, быть сильной. В этом мире побеждает только сильный человек и живет только сильный. Как тот человек стал слабым, он уже умирает сразу, он не живет. Все болезни от того, что мы не верим. Из-за неверия, вот счастья, все болезни, старость, это тоже не верит. Количество лет не имеет значения. Года оставляют невидимый след. Количество бед вызывает старение. Я думаю, только количество бед. В этом припев. В любви неважно утро или вечер, минуты или долгие года. Любовь — это движение навстречу, оно не прекратится никогда. Не смогли здесь, идите дальше. И не надо печалиться, вся жизнь впереди. Печаль означает все, вы потеряли себя. Нет счастья, нет счастья, печали. Печаль побеждается верой. Только верой, больше ничем. Невозможно у психолога успокоиться. Невозможно успокоиться у родителей, у близких, у друзей. Если ты чувствуешь, что у тебя не получится, никто тебя не успокоит, кроме Бога. Потому что если ты чувствуешь, что у тебя не получится, значит, так оно и есть. И нечесть себя обманывать. Есть судьба моими силами, а есть судьба его силами. И когда заканчиваются мои силы, я говорю, да будет воля теперь твоя. И тогда нет проблем, он может все решить. Просто мы обращаться должны не всегда. Иногда люди ничего делать сами не хотят. Говорят, всегда твоя воля, теперь всегда твоя воля. Я делать ничего не буду, твоя теперь воля. Нет, так не получится. Сам действуешь, не можешь. Когда у нас луч надежд угаст, тогда спасибо вам большое. Девушка, вот смотрите. Вот это, девушка, табам. Но я не выбирал, просто взял, там что-то написано. Почитай. Спасибо. Нормально для вас? Подходит? Да, все, пожалуйста. Так, ну вот мы с вами разобрались. Спасибо. Так, ну вы подойдете после лекции. Вот мужчина, вы после лекции. Да. Вот девушка сзади. Да, вы, да. Там уже ей несут. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Садитесь. Да, рада видеть вас в боксах. Вопрос такой. Вот дети вырастают, и в чем предназначение женщины уже в этом возрасте, когда уже из семьи уходят дети, да? Предназначение какое, надо им звонить. Алло, доченька, ну как у тебя вообще, я за тебя беспокоюсь. Она говорит, мама, ну не беспокойся. Нет, доченька, нет. Я буду беспокоиться о тебе. Почти только, сыночек. Сырочек, как у тебя там? Ты сытый? Тебя твоя кормит вообще или нет? Мама кормит. Не всегда она кормит. Ну как она, почему она не всегда кормит? Предназначение человека всегда отличается от того, что вы думаете. Это тайна. Я могу тысячу раз вам сказать, все равно вы не узнаете. Мне тоже тысячу раз говорили. И я один раз, у меня был один сон, меня сдостал просто. Как я в армию, призывают, мне уже 50 лет было, и уже все, из военкомата выписали меня. И сон опять. Все, повторный призыв. Я говорю, да я, мне уже выписали. Все, поменяли закон. Повторный призыв. Я говорю, да тот прапорчик уже помер, который там меня мучил. Не, не, он долгожитель. Я говорю, да это уже, да я в другой стране, в Беларуси служил. Там другая, там была одна страна, когда я служил, сейчас это другая. Нет, все, договор там, по договору поедешь. Господи, боже. Такой, опять на эту в армию, сколько можно уже. И так вот я ругался, ругался со сном, все равно не доказал ничего. Все, короче, я тогда применил свои способности и начал в этот сон погружаться. Думал, что ты, при чем та армия вообще, что меня так это мучает вообще? Ну, в армии тяжело было, и что теперь, я должен всю жизнь об этом вспоминать. Я начал погружаться в этот сон и увидел, вот за этим сном, когда человек спит, он может глубже погрузиться. А я могу во сне анализ делать, ну, как бы себя чувствовать, как будто я не сплю. И вот так глубже-глубже раз смотрю за этой армией, вот за этой Белоруссией, там, Минском, Уручьем, там, раз, и я вижу другую местность совсем. Вот как, вот что меня мучает, это не эта армия, а похожая на эту ситуацию, похожая. Что тоже я лишен свободы, там, что-то. И я вижу много рядов колючей проволоки, вижу люди в полосатых одеждах. Я в женском теле, в концлагере, люди, автоматчики стоят. Я в женском теле еврейской национальности. Меня там хотят убить. Вот. И я увидел вот эту вот жизнь. Господь мне все показал. Я спросил у Господа, а до этого, как я вам что-то расскажу, вам хочется еще что-то узнать сразу. Мне тоже так же. Я до этого, какая была жизнь, он мне чуть-чуть там до этого показал. Думаю, а до этого, а до этого. И я смотрю, говорю, да что-то как-то все похоже. Что-то как-то, ну, примерно одинаковая тема. Родился, как у мужчин, родился, побыл плохим и умер. Вот, ну, примерно так вот жизнь протекла. Вот. И я такой спрашиваю у него, а зачем тогда вообще все это нужно? И такой, знаете, ответ такой в сердце. Ответ не словами, а чувством таким сильным, ярким. А для того, чтобы ты хотя бы чуть-чуть был ближе ко мне вот за всю эту жизнь. Вот больше эта жизнь ни за чем не нужна, ни за тем, чтобы детей вырастить, ни за тем, чтобы счастье получить в отношениях, ни за тем, чтобы... Все это просто сама жизнь. Но жизнь для чего-то нужна. Вот ты, допустим, когда за хлебом покупил хлеб, ты ешь. Для чего, чтобы есть? Ты ешь для того, чтобы есть или для чего-то другого? Для того, чтобы жить. А жить для чего тогда? Для чего ты живешь? Просто, чтобы жить, это так животные живут. Они вот бегают, носятся там, себе добывают пищу. Это смысл их жизни в этом. А у человека не в этом смысл жизни. Мы же более осознанные существа, чем животные. Мы себя лучше понимаем. Вот собака, кошка, они себя слабо понимают. Они как дети. Поэтому люди их любят, потому что они как дети. Они такие... Вот. Как дети малые животные. Все. Даже которых мы режем, они только же, как дети малые. Я видел в армии, как режут быков. Нас взвод выстроили и спросили, кто хочет зарезать быка. Один человек сказал, я хочу попробовать. Ну, типа смелый. Мы тут взяли ему длинный нож. Он в шею воткнул. Эту вену вот эту вот. Ну, за артерию вскрыл. И бык потихоньку так начал падать, валиться и умер. Я смотрел ему в глаза и увидел, что он такой, как дитя, как ребенок. Большой, большой ребенок просто, который ни злобы не испытывал, а просто вот он принял это и все. Вот человек, он понимает, что произошло, а животное нет. Он просто принял от людей. Он доверял людям полностью себя. И они его убили. И вот мы не как животные. Мы больше понимаем этот мир. И Бог хочет, чтобы за всю жизнь, вот за всю жизнь мы хотя бы чуть-чуть ближе к нему были. Означает, чуть-чуть его лучше поняли, почувствовали. Чтобы у нас совесть сильнее проснулась. Чтобы мы почувствовали, зачем мы живем глубже. Как мы строили отношения с людьми. Как мы жили, как мы всего добивались в этой жизни. Как вообще мы, вот как это устроено, наша жизнь. В этом смысл человеческой жизни. Человек может так глубоко погрузиться в отношения с Богом, что он может почувствовать чистоту, чистоту, чистоту такую внутри, в своем сердце. В отношениях с ним. И это уже прекрасная жизнь, значит. Прекрасная. Но если человек, только дети. И почему вот приходит время, дети уходят? Потому что Бог показывает, в этом мире у тебя не будет вечных отношений с этими, со всеми людьми. Все они от тебя уйдут. Даже когда ты уходишь из жизни, а с тобой всю жизнь муж прожил, и он от тебя не ушел, а ты просто ушла из жизни. Все равно ты, когда в психическом теле окажешься, у тебя будет разлука. Ты будешь чувствовать, что мы разлучены судьбой. Все равно получается разлука неизбежна. Хоть бросает тебя человек, хоть не бросает, все равно разлука неизбежна. А дети уходят, они своей жизнью начинают потом жить. Мама где-то в стороне уже. Как ты не крути, ты можешь себя обманывать в этом. Ну, факт остается фактом. Ты уже не сильно нужен. Сразу возникает вопрос, а зачем тогда это все было? Вот я столько сил вложила. А затем, что мы делаем приятно Богу. Вот мы вкладываем детей, потому что ему это нравится. Поэтому он нам дает любовь к детям. Вот почему Бог не дает любовь к мужу такую, ну, естественную. Вот ребенок, что бы ни делал, он всегда хороший. Представьте, если Бог дал мужу такую же любовь, что не вытворял, всегда хороший. Классно бы было жить на земле? Не, всем бы классно было. Вот представьте, вот жена любит мужа, что бы он ни вытворял, она чувствует чистоту в нем. Всегда. Как в ребенке. Женщина чувствует чистоту, так же она в муже чувствует всегда чистоту. Но она к нему, наверное, немного относится. А ребенку же мы относимся по одному, а… Нет, есть видение чистоты взрослого человека тоже. Вот как к святому, что ли, в любом отношении? Да, да. Как к святому? Относилось бы к нему. И так и относятся молодые люди. Они видят только чистоту. Такая чистая, светлая любовь сначала возникает. Потом оскверняется все это. Люди перестают видеть чистоту. Они начинают обижаться, злиться, включаются кармы. Но если бы Бог дал такую возможность видеть чистоту всегда в близком человеке, мы бы всегда были счастливы в семейной жизни. Но почему Он не дает такую чистоту, как ребенку? Почему нам надо учиться строить отношения? Ну потому что хоть чему-то нам здесь надо учиться, понимаете? Вот с детьми у нас нет этой возможности. Упадет, сто процентов. Вот с детьми у нас нет этой возможности. Все равно упадет, люди заденут. Он может только в руках держать у себя. Вот. У нас нет этой чистоты с мужем и с женой. Потому что так Бог решил. Для того, чтобы мы развивались. Чтобы мы учились этому. У нас есть два варианта. Или все время расставаться, или учиться. А все время расставаться – это ужасный вариант вообще. Всегда очень ужасный. Неприятный очень. С кем бы не расставаться. Поэтому смысл человеческой жизни – это приближение к Богу. Вот как… Очень осторожно надо рядом с камерой. Неприятно будет, если она разобьется. Все нормально. Хорошо, что стул поставили. Это было разумно. Надо его подвинуть чуть-чуть вот сюда. Вот так чуть-чуть подвинуть, чтобы было препятствие. Чуть-чуть впала. Камера только не та. Ты выездил с вами на стул. А? Вы сказали, что не будет теперь на стул оттуда. Нет, нет, человек что видит, камеру не видит, стул видит. Вот, обходите. Хорошо. Вот. И в этом заключается знание для вас. Вы хотите понять, что Бог от вас хочет. Когда дети выросли, что Бог хочет. Чуть не упала там, держалась как-то на ногах. За деле. Вот. Что Бог хочет. Хочет, чтобы вы к Нему теперь начали приближаться. Вы перед детьми свою обязанность выполнили. Вы сейчас ручку опустите. Вы так мешаете слушать людям. И себе тоже. Вот. Вы учились, чтобы вы как бы... Хочет, чтобы вы теперь начали для Него жить. Хочет, чтобы вы учились молитве, в храм ходили, учились преданию, духовной жизни. И тогда, если вы самодостаточной станете, ну тогда и дети тоже будут счастливы. Потому что они несчастны, что вы от них зависите. Но если вы станете самодостаточной, они будут вам звонить и говорить, мамочка, как у тебя дела? Вы будете говорить, все хорошо у меня, мои детки. Вы будете счастливы, благословляйте. А не зависите. Зависимость человека не сам несчастный, других делать несчастных. А почему он зависит? Потому что он не знает, от кого надо зависеть. Надо зависеть от Бога, означает помнить учиться о Нем и служить Ему. Почему вы зависите от детей? Потому что вы хотите им служить, продолжать. А им служить уже не надо, все. Время это закончилось. А Богу как служить? Поставить алтарь дома и говорить Ему, я хочу выполнять твои заповеди. Жить, как тебе нравится, хочу учиться. Никого не обманывать, никому не лгать. Хочу научиться честно относиться к людям, прощать тех, кто... Ну, прощать означает, ну, люди, как бы, как вот я, слово прощать, мне понравилось, когда я в самолет летел, смотрел мультик «Ледниковый период». И там эти апостолы, они родственники оказались в силу судьбы слонихи. И она за них переживала, что они там полезли на ледник. И они, когда пришли назад, она говорит, вы же знали, что я переживаю, вы же знали, что можете погибнуть. Почему же вы все-таки лезли туда? Они говорят, да, знали, да, понимали. Но почему вы лезли? Они такие, хочешь знать правду? Они хором все время говорят, хочешь знать правду? Да, хочу. Потому что вы тупые. Честно сказали. Потому что мы тупые. Поэтому мы лезли туда. И мы должны учиться откровенно говорить в этом мире правду. Вот с Богом откровенно, честно строить отношения. И изучать, что Ему нравится Господу. Он же Личность, вы понимаете это или нет? Он такой же, как мы, только великий. Он обладает всем миром, всем мирозданием. И при этом в сердце каждого находится и со всеми строит близкие отношения. Но мы не хотим отношения с Ним строить, потому что мы хотим по-своему все делать. А надо как Он делать, захотеть. И тогда ты начинаешь постигать высшую истину в этом мире. Когда ты хочешь, как Он, делать, тогда ты начинаешь постигать высшую истину, получишь высшую защиту. У тебя получается другая жизнь совсем, не как у всех остальных людей на Земле. И вот постижение отношений с Ним тебе даёт знание о том, что Любовь, которую ты ждал или ждала, это не человеческая Любовь. Мы всегда, когда с детства мечтаем о этой Любви. Я когда маленький был, я сначала видел маленького мальчика очень красивого. Всё время думал о нём, как он красивый. Неужели такие бывают? Маленький я был, всё мне три года было. А потом я почему-то подумал, что это не мальчик, а девочка. И начал уже о девочках думать, переключился. Я всё время мечтал о такой чистой Любви с детства. Как вы все точно так же. Все люди на Земле такие же. И поэтому человек должен понять, что это не человек, о котором мы думали. Это Бог. Мы о Боге думаем всё время. Мы с Ним путаем отношения с людьми, с Ним отношения. Мы вот эту чистоту ждём от людей, а она на самом деле у Бога. И даже в человеке эта чистота тоже от Бога. Вот Любовь — это Божественная энергия. Вот, допустим, вы когда влюбляетесь, вы думаете, что этому человеку Любовь принадлежит. Она ему принадлежит. Это Бог вам открыл Божественные качества человека, в который вы влюбились. Бог вам открыл их. Потому что Он увидел, что вы похожи с Ним. Некоторые люди вообще сердце дому отдают, а не людям. Или собачки. Если сердце собачке отдал, ты её больше всего на свете любишь. Значит, в следующей жизни будешь собачкой. Человек перенимает через Любовь, судьба действует. Полюбил собачку — будешь собачкой. Люди в основном любят друг друга. Полюбил мужчину — в следующей жизни женщина в основном мужчиной становится в следующей жизни. Мужчина — женщина, потому что любит женщину. Кто собачкой, тот собачкой. А кто любит Бога, всё-таки в конце жизни смог Бога полюбить. Что-то я не так сказал? Женщина, вы считаете? Да. Нет, нет, вот ты там разговоры. Я даю очень глубокое тайное знание. Вы даже не представляете, как меняется психическое тело, когда человек любит кого-то. Оно начинает прямо преображаться. У Леонтьева есть такая песня «Выставка собак, выставка собак». Нет, это выставка хозяева собак. И там идут хозяева собак, и собаки похожи друг на друга. Даже прически одинаковые, взгляд одинаковый, всё. Когда кто-то любит, он всегда перенимает качество. И в следующей жизни достигает этой природы. Любовь — это и есть та сила, которая судьбу ведёт куда-то. Вот что ты любишь, туда и идёт твоя судьба. Если ты любишь Бога, ангелом становишься Божьим. Твоя судьба идёт в рай. Если любишь дом, рождаешься в этом доме в следующей жизни. Животные. Потому что любовь к дому — это не человеческое качество. Это животные. Животные любят норки свои. Я 20 лет назад приехал в Днепропетровск. А я могу видеть психическое тело. И отождествить его. Разок в этом... Как его... Ну, в общем, город забыл, как называется. Возле Новосибирска, недалеко. Там уголь добывают. Новокузнец. В Новокузнецке я был. И мне фотографию показали одной девушке. Я первый раз это в жизни увидел. Потому что в основном все сочиняют. Говорят, вот у меня там был дядя, он умер, теперь моим ребёнком родился. Это очень и очень редко бывает. Люди как в море, в океане, как бы в разных местах. У нас много планет в этой вселенной. В разных местах люди рождаются. То, что я вижу. А тут одна женщина, говорит, она, говорит, ушла из жизни в мужском теле. Самоубийством закончила жить. И вот девушка родилась, и она встретилась с семьёй. Вспомнила свою прошлую жизнь. Пришла домой, туда. Узнала шарфик, на котором она повесилась. Сказала, где комната, где всё, где лежит. Всё сказала. И посмотрите, пожалуйста, мне фотографию того человека и девушки. Где-то одна и та же личность. Очень редко так бывает. И второй случай я в жизни видел, когда я читал лекции по закону перевоплощения Днепропетровский. Это было 20 лет назад. 90, даже больше. В 98 году это было. И меня поселили в частный дом. И там две собачки были, взрослые такие собаки, разных пород. Постоянно гавкались друг на друга. Я смотрю, хозяин дома очень как-то необычно к этим собакам относится. Он уважительно там их кормит вот так вот, прямо к этим собакам. Я говорю, а почему ты так с ними строишь отношения? Он говорит, это мои родители. Прошлой жизни. Я говорю, не может быть. Показывай фотографии родителей. Он мне показал фотографии родителей. И самец, вот эта собака, это его мать. Она воплотилась в эту собаку. А самка, его отец. Я говорю, как это все произошло? Он говорит, через примерно полгода или чуть больше, после ухода родителей, они ушли почти одновременно. Ко мне к дому прибились два щенка разных пород. И начали гавкать, требовать, чтобы я их пустил. Когда я их пустил, они прибежали, как все домой, начали там жить. И вообще, даже в ужасе, как бы, он пытался их вынести. Они орали просто, жутко просто. Он их оставил, короче. Потом он их начал узнавать, что у них все же самые вкусы, как у родителей. Они ругаться между собой, так же начали гавкаться. И он потом их узнал даже по лицу. Собачьи лица похожи на человеческие. Ну, знал их прямо. И они похожи, действительно. Почему так получилось? Потому что они жутко были к этому дому привязаны. Это для них цель жизни была. Вот этот дом, они просто ради него жили. Какой бы цели человек ни привязывался, он этой природы достигает. Если мать привязывается к своему ребёнку сильнее на свете, она в следующей жизни будет похожа на ребёнка. Если человек привязывается к Богу, он рождается ангелом, богоподобным. И в этом смысл человеческой жизни — привязаться в конце жизни к Богу. И Бог нам показывает это всё. Приходит время, у нас никого не остаётся. И мы или остаются людям, но мы чувствуем, что я никому не нужен. Вот кто чувствует так? Поднимите. То, по большому счёту, вы никому не нужны. Это значит, что пришло время вам начать думать о Боге. И если вы этот экзамен сдадите в своей жизни, что вы приближаться к Богу начнёте, он вам людей вернёт сразу всех. Они все к вам потянутся. Как? Да, Алиса подсказывает. Она тоже... Господь даже через Сальвису может действовать. Самое важное, самое лучшее, что ты говоришь. Это тем, кто в Алису верит, вот, пожалуйста, она тоже подсказывает. Сейчас некоторые люди будут в Алису верить всё время. Так бывает не обязательно в конце жизни, даже в начале, может быть. Люди же в монастырь уходят, почему? Они чувствуют, что они никому не нужны здесь. И Бог прям показывает чётко, что тебе надо думать о Боге, служить Ему. Но это не обязательно в монастырь. Просто этот период в жизни приходит к человеку для того, чтобы он возвысился. Есть такое понятие «жестокая судьба», когда тебя все предают, там, подводят, вот, обижают сильно, угрожают, то есть, ну, ведут себя безумно просто. Ты вроде верил людям, и эта жестокая судьба всегда нужна только для того, чтобы человек возвысился. Как только человек, вот этот этап проходит, приближение к Богу, всё возвращает ему к Богу. Восстанавливается жизнь, люди появляются, или те возвращаются, или новые появляются. И всё восстанавливается, но ты, как бы, свой экзамен сдал, ты начал уже именно Бога самым близким считать в жизни. И тогда уже смысл твоей жизни ты прошёл, главное, сдал экзамен, теперь поживи. Можешь счастье испытать здесь. Мы родились не для счастья здесь, на этой земле, для учёбы. Большинство людей считают уверенно, что они для счастья здесь или здесь. Ну, посмотрите, поживёте, увидите, со временем. Но если вы все экзамены сдали, Бог дарит счастье, Он не жмёт. Поэтому, как бы, конфликт — это очень важная часть нашей жизни. В основном люди все не хотят конфликта. А через какое время Бог всё возвращает? Как только сдал экзамен, сразу. Два-три года служения Богу, да? Но Он возвращает только то, что можно возвратить. Потому что, если ты кого-то с Богом перепутал, Он тебе никогда этого человека не даст. Если ты вот по-любому хочешь этого человека вернуть, и значит, ты веришь в человека, а не в Бога. Бог возвращает тех, кого ты не веришь, а просто, ну, по-доброму относишься, экзамены с человеком сдал, Бог возвращает. Но если ты слепо относишься к человеку, ты без него не можешь жить, Он никогда тебе его не даст. Потому что это погубит твою жизнь. Бог не делает нам то, что нас погубит. Вот если ты болеешь человеком, Бог будет отрывать тебя от этого человека. Надо любить Бога и человеку служить. Счастье не означает болеть человеком или сильно верить в человека не надо. Это его разрушает, это как яд. Ты в него веришь, он становится монстром. Вот любого человека, если поверить, он монстром становится. За исключением тех людей, которые полностью предались Богу. Вот таких людей можно верить. Почему вот в исламе не создай себе кумира, у Бога нет сотоварищей, да? Это потому что это большая проблема. Если в человека верить, то он... Это очень сильное испытание, когда в человека верят. Это испытания немногие проходят. Но если человек полностью предан Богу, он эту веру на себя не принимает. Он принимает, что это Богу верит, а не нет. А я просто обычный человек, он так считает. Поэтому, ну это великие души, испытываются верой в них. Потому что люди все равно склонны людям верить. И путь этот все равно, мы можем к Богу прийти только через людей. Поэтому есть великие души, которые действительно связаны с Богом, и в них надо верить. Ну а если вы верите в обычного человека, то вы его отравите ядом вашего предания. Преданность человеку отравляет его, он становится монстром. Вы можете проверить, если вы считаете, что я говорю глупости, то я говорю всегда... Если вы считаете, что я говорю глупости, то ваша жизнь покажет. Ну уже тогда жизни придется вам свои проверять. Вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!